так 21 июля 2024 год отоспались побрились постирались повеселились повеселились по какому поводу сразу двинулась не попали которые мне дали положительный настрой на свой день я надеюсь решил поделиться с вами просто ради хохма одновременно синхронно не попадается новость что за сбитие f-16 который придет в украине россиянам будут выплачивать за первые сбиты 15 миллионов рублей и вторая новость в подмосковье за 11 июля или за 14 июля новость 24 года жителям подмосковья за подписание контракта с вооруженными силами россия российской федерации будет выплачивать один разовая 1 миллион семьсот тысяч рублей я посмотрел даже по курсу это получается около двадцати долларов тысяч долларов я просто это веселит то что вы понимаете с какими просто рексами мы воеваем тут нам приходят люди которым платят ну то есть на один сбитые в 16 помещается только восемь контрактников из подмосковья я не знаю может нас как-то стимулировать украинские вооруженные силы там за ну чтоб собери там какое-то количество российских скальпов блин нафиг и получи там себя и в 16 или ну как пошли давайте так уже договариваться с западом а то что то работе в 16 дают и не дают серьезно народ то есть в 16 они платят за первое тоже не говорят что потом дальше таких денег вот я не будем учу-вучу то есть за 1 16 платят 15 миллионов это 17 тысяч долларов всего 8 контрактников получается в один сбитых то есть россиянин сбил допустим в 16 и на все полученные деньги гуляю на все вынимает 8 контрактников из подмосковья были видать очень хотят служить там ребята 1 20-тысячными зарплатами при заключении контракта у меня много там по посадкам посадкам там валяются так можно походить по насобирать себя по кусочкам они конечно полусъеденные такие же там под подвялшие там кусочки черепа кусочек руки там ну так можно так до кучки собрать ну поеденную там уж понимать это коты собаки крысы я надеюсь не товарищи по оружию пожрали просто не хочу эту картинку в голове у себя иметь завтрак на траве причем на траве вот этот шуманы трава завтрак на траве картина 1863 то что вот этот завтрак на траве до россияне они же это добиться да ну в общем все хорошо я не знаю я не знаю что они ждут они то есть мы ждем и в шестнадцатых мы ждем там чтобы атакамс это разрешили нам дальше бить по россии россияне ждут сколько не придут наемники из подмосковья за 20 штук баксов и они сейчас идут на я их вижу их буквально вижу я вижу на их лицах счастья то есть ну может тут столько и вы еще не хватает до счастья да там 10 где 17 это было не миллион семьсот сразу же два миллиона и все тогда они умрут абсолютно счастливы переговоры затем клоуна пляши вы какие переговоры ребята то есть опять же мне сейчас попадаются депады россияне между собой ведут дебаты причем там оппозиционеры нужны нужны переговоры или не нужны там и один говоришь и какие переговоры не договора способные россияне путин я живу и договор о границах подписывал все подписывал чем это закончилось их надо мочить час они уже там на последнем издыхании уже буль выпускают из-под воды вот это понимаете сейчас а вы блин на мы понимаете кто там говорят украинцы не хотят уже воевать украинцы готовы на перебиве у кого блин спрашивайте у нас тут как бы я третий год воюю ни одного вопроса среди меня никто не проводил ни среди моих товарищ вы кого спрашиваете что мы хотим мириться с русским вот там того чудака который тису переплывает и уже там бульбачки из-под воды пускают на последнем издыхание ты за переговоры да вся сфер такой да да конечно сейчас просто блин верх пузо всплыву и сразу буду переговаривать вас не было идеи поразговаривать там я не знаю с военными поспрашивать как там а то и кого вы опрашиваете не пойму домохозяев там которые сбежали ну понятно да тут правильно так у меня мать-отец там уже пожилого возраста они находятся в германии совершенно справедливо их и они устали от войны да вот у меня мама устала от войны на третьем года германии она устала от войны ну что ну тогда взрослый человек пожилой там уже и может давайте как то когда мы выясняем и готовы ли вы там продолжать переговоры начинать переговоры или воевать дальше будем спрашивать это у военных и тому кто принимает в этом участие поэтому саму эрик мария ремарк начитался и судит о том чтобы все война блин плохая начинаю прекращаем огонь лишь бы никто не просто перестанем стрелять так кто-то говорю никто не хочет себя процедировать я надеюсь не в общем про 15 миллионов за ф-16 и блюд миллион семьсот тысяч рублей за подмосковника контрактника красота все было украина